Традиционный веломарафон, который ежегодно проводил Тольятти Азот, вернулся в план мероприятий Совета молодежи и собрал 60 работников химического предприятия. В этом году организаторы посвятили спортивную акцию Дню физкультурника и Международному Дню молодежи. На торжественном открытии велопробега участников приветствовал главный инженер Тольятти Азота Андрей Кургин. Велопробег это не только спортивное мероприятие, но еще и командное мероприятие, способ обратить внимание на экологию родного города. Велосипед это эффективный и экологически чистый вид транспорта. Завод в первую очередь это люди, а если люди, значит это мероприятие, направленное на здоровье, на развлечения, на сплочение командного духа от коллектива. Заводской велопробег является одним из самых массовых спортивных праздников, в котором участвуют туазовцы разных возрастов, но с хорошей физической подготовкой. Это шестой велопробег. Мы начали проводить его с 2015 года. Из-за пандемии и ограничений была небольшая приостановка, но сегодня мы нашу традицию возобновляем. Велосипед давно является символом здорового образа жизни и очень здорово, что столько представителей здорового образа жизни у нас на Тольятти Азот. Заместитель генерального директора по технической политике Виктор Казачков в прошлых велопробегах сам принимал активное участие, показывая пример здорового образа жизни. Наши ребята сегодня покажут, еще раз докажут, что Тольятти Азот это спортивное, прекрасное предприятие, которое успешно выполняет свои обязательства перед трудовым коллективом, обеспечивает производство и занятие спортом. Стартовав от завода управления туаза, участники пробега двигались по Поволжскому шоссе в сторону города. На очистных сооружениях Тольятти Азота веломарафонцев приветствовали коллеги из 15-го цеха. Надо отметить, что любителей велосипедного спорта на заводе гораздо больше, просто не все смогли в этот день присоединиться к мероприятию. Среди участников марафона были спортсмены, не пропустившие ни одного пробега. Этим опытным велосипедистам трасса знакома и не представляет большой сложности. Но есть на маршруте трудные участки, поэтому организаторы запланировали техническую остановку, чтобы дать отдохнуть дебютантам, впервые решившим проверить свои силы. Конечно, дебют. Это больше половины дебютанты. Поэтому нас всех с дебютом, можно сказать. Предыдущие заезды смотрела на участников, было интересно, как это все происходит. Ну и в этом году решила рискнуть попробовать. И вот сейчас мы проехали уже практически половину пути. Я не жалею, мне все понравилось. Погода хорошая сегодня, да, способствует нам. Ветерок такой прохладненький, солнышко пригревает. Так что все хорошо, спасибо за организацию. Несмотря на затяжные подъемы на трассе, с дистанции не сошел ни один участник. В Комсомольском районе водители автомобилей одобрительно сигналили колонии велосипедистов. Финишировали спортсмены во дворце культуры Тольятти Азот, где их встречали друзья-коллеги и семьи с детьми. Кстати, в этом велопробеге участвовала семейная пара туазовцев из электроремонтного цеха. Ну мы поддерживаем друг друга совместно. Вместе всегда проводить время приятнее, конечно. И дети за вами тянутся, да? Да, дети у нас спортивные. Один на футбол, другая на танцы. Позитивные эмоции и душевный подъем после преодоления многих километров испытывали все велосипедисты. Темп движения позволял, да. Было свободно, легко. Шутили, веселились, развлекали друг друга как могли. Сигналили, махали. Вы нас все прекрасно видели. Начальники цехов должны привлекать своих ребят, своих работников, значит, в участии в этом мероприятии, потому что это же полезно. Любая командная работа, в том числе и командный отдых, он всегда дает плюс, дает повышение эффективности и в работе, и в жизни в личной, и в жизни общественной. Завершилось спортивное мероприятие проведением лотереи, в которой счастливчики получили памятные призы от Тольятти Азота.